Добрый день, уважаемые эксперты! Меня зовут Крылов Тенис, учащийся с 10-го класса Сунтарского подчеркнического лицея Интерната. На протяжении нескольких лет занимаюсь на спецкурсах по деревообородке, металлообородке и керамике. Сегодня вашему вниманию представляю одну из своих работ декоративно-панно «Байбайной». В древних времен для коренного населения Якутии охота рыболовства было главным источником выживания и существования. Хотя сейчас большая часть жителей утратила превышенные навыки, поскольку охота рыболовства и пушных промиссов теперь строго регламентированы, тема охоты и имя «Байне» на сегодняшний день является актуальным, появившись в журналах и телепередачах разнообразные книги. Для создания красивой и творческой атмосферы в интерьере дома хозяева зачастую обращаются к теме фольклора, поэтому мы решили изготовить панно на тему «Байне», которая одновременно служила бы как в украшении интерьера, так и светильникам и поставке для пульского ножа. Идея создания и изготовления изделия заключается в том, что панно, с одной стороны, выполнено утилитарные функции, а с другой стороны, служило бы оберегом для дома, талисманом на удачу в уход для хозяина дома. Согласно якутской мифологии, удача в уходе зависла во многом от благословенности духа «Бай Байне», хранителя природы и его богатства, поэтому центральной фигурой на панно будет занимать образ старика Байнея, который будет выполнен в виде рельефной композиции абажура из глины. Добрый и сыровый справедливый и беспощадный Байнея может шедро одарить охотника и рыболова, а может покорять за жадность и наносенный неосторожный бред природе. При выборе образа старика Байнея остановились на образе Байнея, одетого в рогатую шапку с любимой труппой в руке, которая ухумылко смотрит на зрителя. Образ Байнея при оформлении планного будущего должно зримо вступать из огромного дерева. Вокруг Байнея изобразим разных дверей. Абажур святинника решили выполнить из глины, поскольку художественная керамика также является широко распространенным и очень древним видом народного ремесла, в котором используется легко доступный природный материал глины. На данном слайде показан технологический процесс изготовления абажуры светильника. Для передачи образа старика Байя и Байнея использована техника рельефа художественной керамики. На глину хорошо фиксируем кабалбанки, наносим рисунок образа Байнея. Прорезы выполняем с помощью стеки. Когда глина хорошо подсыхает, приступаем к отделке внутренней стороны абажуры. Шлифуем изделие и обжигаем мегабуфельные печи при температуре 1000 градусов. Глина в результате обжига дает тонкий черепок светлого стенка. Для оформления панно за основу использовали деревянную доску. Оно наиболее удачно подходит к стилю и замыслу изделия. На доске крепим лампу. Как светильник панно легко вливается в современный интерьер. Надежно крепится на стене, помогает в зонировании пространства, придаёт таинственности в атмосфере дома. Световое решение на наш взгляд выбрано удачно, так как сохранили естественный природный свет монохром. Для окончательного декорирования использовали конский волос в виде солома. Конский волос у якутов также имеет сакаральные значения. Пучки белого конского волоса имеют магическую силу и выполняют функцию оберега. Работа над созданием и изготовлением данных изделий мы пришли к заключению. О том, что традиционная культура якутов влияет на развитие декоративно-прикладного искусства. Панно функционируя как светильник абсолютно безопасно, так как глина, огнеопорный и экологически чистый материал. Общая цветовая гамма панно определяется натуральным оттенком глины, перевесины и конского волоса, что придает изделию природный натуральный вид. Исходя из вышеизложенного, следует, что тема для панно выбрана удачно. Мы достигли поставленной цели и верим, что наше декоративное панно с образом войны будет радовать хозяева дома, служа как активным дополнением к интерьеру, так и талисманам на удачу и оберегам. Спасибо за внимание! Субтитры создавал DimaTorzok